Рядом с Мурманском есть абсолютно удивительное место под названием Териберка. Ну как рядом? На самом деле туда пилить и пилить, но за один день сгонять туда-сюда можно. Удивительное это место тем, что это одна из многочисленных полузаброшенных деревень, которая в этом случае сумела переродиться в качестве популярного туристического направления. Конечно, сильно на руку этому сыграл фильм «Левиафан», кстати, один из немногих российских фильмов, который я досмотрел до конца, еще в 14-м. Сейчас туристы даже сам Мурманск скипают и едут туда на дни недели, пожить в домике недалеко от берега Баренцева моря. Вот и я решил выделить один день на то, чтобы посмотреть из-за чего такой кипиш. Доехать до Териберки можно на машине или на автобусе. Автобус ходит для местных, под туристические цели вообще не подходит, а ехать будет бесконечно долго. Брать машину в аренду я тоже не рискнул. Целью было именно скататься туда-сюда на один день, чтобы получить общую картинку без всех этих развлечений типа ночевки в экодомике. К слову, на 12-14 июня эти домики были полностью разобраны, несмотря на цены, близкие к космическим. Чтобы посмотреть Териберку, в итоге нашли гида и поехали туда небольшой уютной компанией, такие же, как и мы туристов. Контакты гиды я оставлю в описании под видео, на случай, если решитесь повторить это наше маленькое путешествие. В 8 утра 14 июня съехали с квартиры и направились в сторону Териберки. Ехать аж 130 километров, но благодаря пейзажам за окном поездка интереснее, чем могло бы показаться. Летом эти дороги безопасны, тогда как зимой их может занести так, что дорогу просто закроют. Видите эти палки, воткнутые по краям дороги? Это как раз для зимы, чтобы показывать водителям, где находится край дороги. Типа иллюстрация шутки про дороги и направления. В тундру въезжаем спустя полтора часа после выезда из Мурманска. Пейзажи абсолютно нереальные, окружение красиво само по себе. Еще зацените, как в лучах северного солнца выглядят водоемы. Честно говоря, не помню, на каком моменте заканчивается асфальт и начинается Drum'n'Bass. Спустя какое-то время езды по этому покрытию останавливаемся отдохнуть, а я попробовал полетать на тундры на коптере. И думаю, здесь можно поставить лайк под видео даже не мне, а маленьком DJI Mini, который со всех сил, сопротивляясь шквальному ветру, принес нам эти кадры. Субтитры делал DimaTorzok Потом была еще одна остановка около водохранилища. Но тут, мне кажется, миник бы уже не вернулся из полета. И еще раз остановились. Тут водохранилище. Тот же самый нереальный ветер. Холодный Сипец здесь. Холодный Сипец здесь. Выдолблено в той же самой породии. Даже не знаю, что это. Камни и скалы, как сопки в Мурманске. Эта река, которую мы периодически встречаем по пути, называется Териберкой. Ближе к поселку Асфальт снова появляется и в 11 утра ровно въезжаем в Териберку. Получается, вместе со сбором туристов по Мурманску дорога занимает около трех часов. Обзор Териберки будет в двух частях, в хронологическом порядке. Сейчас мы заезжаем сюда буквально на полчаса, а через пару часов будем здесь чуть подольше. Думаю, можно сказать, что с погодой здесь тоже повезло. Небольшой ветер дует. Только-только заехали в Териберку. Тут традиционная туристическая остановка в ресторане Тере, пока что в туалете. И только сейчас мы поедем смотреть саму Териберку. Даже ветер не везде сильный. Прикиньте, песочный пляж. Териберок на самом деле две, старая и новая части. Где мы сейчас это старая Териберка, больше облюбованная туристами и хипстерами. Казахстан. Казахский флаг, узбекский. Потом выезжаем отсюда и едем к популярной точке, к кладбищу кораблей. Эта точка настолько популярна, что по некоторым данным входит в топ-3 самых фотографируемых мест в России. Но это такое, по идее тупо свалка, ничего грандиозного. При приливах останки кораблей скрыты под водой. При отливах, которые мы потом увидим только в окно, кости видно лучше. Сейчас видим какой-то промежуточный вариант, когда все видно наполовину. Такой временный памятник. Говорят, что вот эти корабли, они начало 20 века, те, которые с железом. А те, которые без железа, где-то они тоже должны быть. Это 19 века. Саня, вы уже не восстановите. На полях. Страшно. Доски небось прогнившие уже. Ой, я вижу. Доскам уже чувствительно плохо. Здесь и предупреждение о том, чтобы быть аккуратнее. Потому что ветка с деревянных конструкций данного объекта может предоставлять угрозу здоровью. Людей сегодня немного. Здесь было пару машин. Сейчас там только наша машина, на которую мы приехали. Видимо, самый пик пришелся на вчера и позавчера. Как раз когда нам сказали, что мест нету. Собака. Вон под той горой, которая сейчас находится прямо посередине кадра, там и был построен дом главного героя фильма «Левиафан». Собственно, этот фильм, это, наверное, главная причина популярности поселка Териберка. Как ни странно, но фильм про разруху сыграл большую роль в развитии российского туризма. На сопках нет, нет, еще снег остался. А здесь напротив кладбища кораблей, ручеек с такой достаточно прозрачной водой и небольшой водопад. Ну, такой, как будто бы горный ручеек живописного вида. А дальше, дальше лежат остатки машины. Вот я даже боюсь предположить, что здесь такого случилось, что целую машину, что это, в водоеме оставили, и она лежит к ней. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После фотосессии выкатываемся далее, в сторону новой Териберки. Что первое, что вторая Териберки, сами по себе достаточно депрессивные места. Думаю, что это время, но у этих мест невероятный туристический потенциал. Потому тем, кто любит эстетику ебеней, стоит поторопиться, а мы отправляемся дальше, за поселок к берегу моря. Дорога там, ну, вообще так себе, я бы сюда сам точно не поехал. Это плюс поездок с гидом, без гида я бы вряд ли даже узнал об этих местах. Далее у нас будет несколько остановок с небольшими пешими прогулками. Здесь я предлагаю посмотреть на то, как выглядит местная природа. Поверхность мягкая. Я на машину проеду, но уже живу. Возьмите, там, на сотни. Вы, какие-то у нас здесь, наверное, были уже? В принципе, что зимой, что летом, в основном, принято законе к виду, но не на акции. Да. Для девчонку снимали в платье, пока я не... Нет? Нет? Это пляж, и он называется «Яйца динозавров». Мы жен 1711. Редактор субтитров Н.А. зат weed Виагарской Погода попортилась. И ветер уже такой, что коптер поругался. Сейчас я летал, он не ругался особо. Вот это дело называется ламинарий. То есть морская капуста. И она там обитает. Но на вкус как морская капуста. Вроде солнце было. Только что, вот 10 минут назад летал. А сейчас дождик и такой чувствительный ветер. Никакой дождь бы меня не заставил прямо сейчас уйти отсюда. Абсолютно шикарные пейзажи, непривычная флора. И главное, представьте, я нахожусь на берегу Северного Ледовитого океана. Фактически это Баренцево море. Но технически это прямой выход в океан. И это же фантастика. Тут еще тропы нужно знать. А это место называется логовом дракона. Вот такие у нас приключения в последний день поездки. Вот эта белая травка – это ягель. Тот самый, что едят олени. Ягеля вообще больше ста видов. А конкретно этот называется кладонией. Может быть, еще повезет и прояснится погода. Мы, в сущности, недавно приехали буквально сколько? Может, час гуляем. Ну, вот берез вот таких вот я никогда в жизни не видел. Они прямо, эти деревья, очень маленькие. Они прямо стелятся по земле. Здесь, ну, просто вообще ничего не поднимается там выше, чем сантиметров на десять от земли. И потеплело, и ветра меньше. Зато комары налетели. Я зиму, а можно как раз туда подъезжать. И ноги все еще мокрые. Вот здесь и растительность в ложбине повыше. И это тоже береза. Снег лежит на том берегу до сих пор. Но здесь помноголюднее. Но и пейзажи покрасивее, мне кажется. Из-за рельефа. Комары, опять же, сволочи. Снег. Снег. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И ровно как вчера, только-только я посадил коптер, как снова начался дождь, в этот раз попроще. А мы подошли к батарейскому водопаду. Видео не передает глубину, вживую он, конечно, внушительнее. От водопада можно подняться выше, надо залезть вправо. Там открываются панорамные виды на сам водопад, местные водоемы и, конечно, на Баренцево море. Ой, тут сверху еще озерцо. Это, чтобы вы понимали, я залез, сейчас не снимал, но залез на сопку со дороги. Вон оттуда вот где-то озеро. Получается, на этой высоте еще одно озерцо. А вот за этим обрывом находится водопад. Вон он, из того озера. Вот это место называется Птичий базар. Отсюда слышно, как они базарят. Можно бесконечно сидеть рядом, наблюдая за суетой, происходящей в жизни чаек. А вот это то, что вокруг меня, это называется тундрой. Но кто же знал, что в тундре могут быть еще и горы. Пусть они такие каменные, но все-таки горы. Я боюсь, что вот это вот видео, которое ты сейчас смотришь, оно вообще никак не передаст те ощущения, которые получаешь, впечатления, которые получаешь, когда здесь сам вживую. Виды абсолютно нереальные, и само ощущение того, что ты находишься где-то на краю земли, это тоже дает как бы свой отдельный плюсик впечатлением. Каждый новый пейзаж круче предыдущего. Вон оттуда мы пришли. То озеро, отсюда же видно водопад, и то озеро, которое наверху было, тоже видно. И, конечно, море. Просто невероятная картинка перед глазами. Думаю, вы можете мне завидовать, если не были здесь. Либо ехать сюда тоже, смотреть своими глазами. Березовая роща. Можно пойти погулять. И опять ягель. Но он такой не мягкий. Он как губка, наверное, для мытья. Примерно такой же жесткости. Ну и как будто сухой. Прикиньте, да, поверх березовой рощи без квадрокоптера. Они тут сантиметров, наверное, 50-60 высотой. Какая же все-таки везучая поездка оказалась в Мурманск. Попали плюс 27 градусов тепла. Потом следующий день по время дождя мы пересидели в Мурманске. Вчера в квартире, считайте, отдохнули. И сегодня, ну, чуть-чуть попали под дождь. Но в целом, в целом, большую часть дня светит солнце. Вот оно опять вышло. А вон там такой небольшой участок с песком. Прям такой желтый песок, как на пляже. Это нам взамен Сарыкума в Махачкале, которую мы не посетили. Зато вот здесь вот такой небольшой бархан. Потом выдвинулись обратно, к Териберке. Можно еще раз посмотреть на местные пейзажи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Обедали в ресторане Сияние Севера Дико хипстерское место, удивительным образом перемещенное в границе Териберки Одно из немногих мест, где я не оставлял чаевые Это весь комментарий Там вот качелька, где туристы фотографируются Здесь тоже фотографируются Недалеко от ресторана есть питомник хаски из северных оленей Можно сходить, погладить собак и покормить тех самых оленей Я больше кошатников, в кормлении животных ничего интересного не вижу Потому после беглого осмотра пошел осматривать саму старую Териберку Это место называется Старой Териберкой Это старый поселок, где, как нам сказали, сейчас не строят капитальные здания Только какие-нибудь легкие конструкции Ставни заколочены Это не единственный такой дом Вон там вот что-то помоднее Такие домики для хипстеров Которые в эти дни заняты чуть больше, чем полностью Я смотрел, там можно ли остановиться на сутки, на двое Здесь на Териберке Все занято на июньские выходные Я сначала подумал, что на бочках нарисован Роджер из американского папаши А это атлант с шаром на спине Первые упоминания о Териберке датированы аж 16 веком И организовали ее именно русские Потом на территорию нападали датчане За ними в 1809 году поселение было уничтожено англичанами Во время англо-русской войны Но в итоге земля так и осталась русской Или даже можно сказать поморской По наименованию местных жителей Максимум жителей в поселке был 60-х Почти 5000 человек Сейчас же их количество не дотягивает и до 1000 Это с учетом населения села Ладейное Которое сейчас называют Новой Териберкой Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok После обеда поехали посмотреть на еще одну современную достопримечательность Ехали мимо кладбища кораблей И вот посмотрите насколько отлив обнажил их останки Там рядом с рестораном останки кита Который пару лет назад выбросился на берег Зрелище на любителя А это скелет кита Скелет кашалота Выбросился на берег в 2019 году В бухте за водопадом Запах такой отдаленный Напоминающий запах осыков Или альчиков Как их кто-то называет А это видимо чум И на заднем плане Вон то строение деревянное Это старый пирс Нам говорили вроде Что начало 20 века Но я не уверен что правильно услышал Еще одна брошенная лодка Не очень старая Но с дыркой Там еще одна лодка Забавно солнце заходит здесь За гору Как будто уже вечер наступает Вон тот зеленый забор Это остатки старого военного аэродрома Который был там чуть раньше Когда мы ехали Другое дело что Там сейчас просто площадка И ничего не говорит о том Что это Бывший аэродром Ну и в сущности все Посмотрели мы Териберку Можно ставить галочку В 5 часов вечера Выехали из Териберки Обратите внимание на этот стенд Он сигнализирует о проблемах на дороге Если бы сейчас например была зима И дорога была бы занесена Здесь бы написали что дорога закрыта И мы бы никуда не поехали Я так запланировал чтобы в этот день мы съехали из квартиры Потом поехали на Териберку И вечером сразу улетели домой Все сложилось ровно Спасибо судьбе и конечно гиду Правда не сказать что добрались Прям без приключений Где-то на середине пути У мерседеса на котором мы ехали Лопнуло колесо Немного задержались Но все равно приехали вовремя Честно говоря мне всю дорогу было жалко машину Эта дорога прям краш тест Для любой техники Ну что я могу сказать итогом Я долго думал стоит ли сюда ехать Поездка на самом деле Немного бьет по карману А Териберка Ну что я русских деревень в упадке Не видел что ли Однако когда я сюда еще попаду Так и решился на экскурс По факту скажу что это решение было верным Место абсолютно не похоже на все Что я видел до этого Поездка того стоила на 100% Нас отвезли до аэропорта Ехали через городок Кола Это спутник Мурманска Находящийся прямо на его границе Основан город аж в 1517 году На 400 лет раньше Мурманска Мы его особо не смотрели Но галочку думаю тоже можно поставить Сейчас будем заезжать в город Поселок Мурмаши Кольского района Хотя на самом деле этот поселок По населению больше чем Кола Но почему-то этот Мурмаши А Кола Хотя население меньше Является городом Потом был аэропорт Около которого нас нещадно ели Ничего не стесняющиеся мурманские комары Сам аэропорт внутри ничем не интересен За исключением некоторых деталей В 11 вечера А сейчас на экране именно 11 вечера Отправились на погрузку в самолет Прощаясь с русским заполярием Потом успешно и очень мягко Покинули землю Кольского полуострова Гораздо мягче чем когда садились 2 дня назад Виды из иллюминатора заслуживают особого внимания Потом света становится меньше И мы можем видеть разницу Мурманской ночью И разрекламированными Петербургскими белыми ночами Я напомню Это 14 июня Время когда белые ночи в Питере Прямо в разгаре В Пулково вернемся ровно через 2 недели Когда полетим в Уфум А пока что домой А лучшее путешествие Это то после которого возвращаешься домой Даже если сейчас почти час ночи И завтра утром на работу Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok